Чум Национальная еда. А в этом году лангипастов удивили гастрономическим фестивалем. К традиционной ухе в меню добавились охотничий суп из оленины, строганина, запеченная по хантейским традициям рыба, хлеб и пироги. Таинственный мир ханты и манси прослеживается даже в национальной кухне. Андрей Николаевич очень открыл вот эту нашу национальную кухню. Нашу традиционную, стоя наши. Не стали раскрывать, там же приправляют еще мукой. Это в больших семьях всегда ханты мы, да. Нам мама всегда. Вот оленину она нам варила, она хорошо уваривалась. Потом разводили мы юшку с муки и вот эту юшку выливали. А почему мы так делали? Потому что были большие же семьи и чтобы это было посытнее. Коренных малочисленных народов севера на территории Югры не так много. Но традиции жители чтят и оберегают, поскольку они полноправные хозяева ханты-мансийской земли. Почти 200 лангипастов отметили праздник чума в этно-деревне. Такие тематические праздники мы всегда посещаем, потому что это очень интересно. В жизни мы, наверное, этого не видим. Очень хочется узнать и познать культуру народа. А здесь вообще гастрономический конкурс, я бы сказала, даже выставка. Мы все можем попробовать. Это очень интересно. Для маленьких гостей организаторы подготовили развлечение еще интересней. Национальные игрища. Старайся. Делай большую петельку. Вот так держи. И на. Вот. Давай, давай, давай. Еще, давай, вместе дай. Пытаемся каждый год принести что-то новое. То есть, ну, если праздник, он эволюционирует в лучшую сторону, то, значит, это хорошо. Мы справляемся со своей работой. В этом году мы сделали, решили акцент на кулинарную составляющую. Вот в рамках этого праздника провели гастрономический фестиваль такой. Восемь национальных блюд, возведение чума и детские игрища пришлись по душе лангипастцам. Следующий праздник, который горожане отметят в стиле ханты и манси, будет Вороний день. Сегодня праздничный телеэфир в честь 89-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Ну, тут у вас и круто. В 10.05. Документальный фильм «Свидетели истории» Виталий Мельников. Он открыл нового артиста Виктора Сухорукова. Мне так кажется. В 13.45. Телемарафон. День образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И макконом, мимолетом, адресованная другу, ходит песенка по кругу. В 15.45. Документальный фильм-квест «Тонья. В поисках легенды». В 20.30. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 89-летия округа. Югра – земля сильных, волевых, душевных людей. В 22.00. Сказка «Четвертое желание». Послушайте, мне очень нужно в Югорск. Понимаете, я очень спешу. Это будет ваше первое желание. Сегодня день рождения Югры на телеканале Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова